Все мы знаем, что существуют каретки под клин, а также существуют каретки под квадрат. Лично мне под квадрат нравится больше, хотя аутентичнее гораздо под клин. Те велосипеды, в которых мы будем пытаться сохранить аутентичность, мы будем ставить под клин, а те, на которых мы будем очень много, а может немного, но ездить будем ставить под квадрат. Можно купить новую, но можно купить также бэушные, помыть, почистить их и поменять в них подшипники. Самое главное, чтобы квадрат был целым. Вот у нас есть пару втулок, мы сейчас почистим в них резьбы, помоем, и после этого произведем замену подшипников. Вот обычная каретка, которая вставляется в раму без резьбы. Забиваются вот эти чашечки и закручивается каретка. Как в такую каретку поставить вот такую втулку? Видел способ, когда вместо чашек забивают подшипники. Но, во-первых, забивают, во-вторых, каретка, в принципе, никак не держится от того, чтобы выпасть в левую или в правую сторону и упереться шатуном в раму. Уже давно я нашел решение в виде вот такого кареточного узла от старого любого китайского велосипеда. Срезается все лишнее, вставляется в раму, прихватывается на две точки и, собственно говоря, все. Хотите, можете даже прикрутить. Просто поставить каретку без вот этого бочонка. По-другому организовать распорку подшипников. Вот наша рама. Здесь стояла каретка, как мы уже с вами говорили, с чашками и с резьбой на валу. Теперь будет стоять каретка на промподшипниках. Мы вставляем сюда резьбовую часть нашу. Видим, что немного надо поработать напильником, подготовить поверхность. Здесь, скорее всего, просверливаем два отверстия. И после того, когда вставим и выставим соосность, пропаяем или проварим. У нас получилось три отверстия, через которые мы пропаяем или проварим. Вот эту деталь с резьбой для кареточного узла. Вот у нас установлена наша резьбовая вставка, скажем так. Одета пока что обычная втулка, которую, скажем так, не жалко. И сейчас мы ее будем обваривать. Вот это. Вставим. и и и и и и и и Да вы не мешаете. Устанавливаем каретку на промподшипниках с квадратами. Вот эта контргайка, она необходима, когда используется каретка с обычными подшипниками, но ее мы поставим сугубо для красоты. Пока будут вот такие простые звезды. На данный момент у нас руль установлен как у обычного дорожного велосипеда, но так как мы пытаемся закосить под велосипед, велосипед 50-60-х годов, даже, наверное, 40-50-х. Мы сейчас перевернем руль так, как ездили первые шоссейные велосипеды. Мы откручиваем его. Теперь нам нужно разогнуть. Разгибаем, назовем это вынос, вытягиваем оттуда вот такие сухарики и производим щик. Вот такую операцию. Вставляем сухарики на место и скручиваем руль. Друзья, ура! Наконец-то ржавый велосипед Дед собран. И сейчас я отправлюсь на его тестирование. Благодаря ребятам с форума Харьков Турист удалось определить, что это за рама. И это оказалась рама от очень старого, редкого велосипеда Рига 16 или Рига 26. Рамы были совершенно одинаковые. Но, кроме всего прочего, я бы хотел с вами поговорить вот по какому вопросу. На сегодняшний день нас с вами 466 на канале, а просмотров в лучшем случае 55, где-то есть 76, а есть вообще 25. Ведь мы с вами можем прикоснуться к скульптуре из металлолома, собрать Победу практически из говна, сделать скульптуру из Победы, как бы там Сереже Материсту не хотелось, но Сережа скульптура из Победы будет. Ну, правда, возможно, из другой. Мы с вами соберем самую большую скульптуру в Европе, а возможно и в мире из монет. В скором будущем мы с вами соберем велосипед Тандем, отправимся на соревнования. Что у нас там еще? Будем присутствовать при создании музея техники в Одессе. Гайда тестировать. Конец января, минус два. Нам нужно протестировать то, что мы собрали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...